итак друзья появился новый абсолютно новый тепловизор новые модели x2 инфирей но теперь он называется но также infrared правда работает на другой программе совершенно мобильный тепловизор вот такой инфрарет он идет сразу футляре вот таком жестком это очень удобно брать с собой куда-то в сумку либо рюкзак ну очень жесткий корсетный такой рюкзак рюкзачок и вот открываем и мы достаем значит помните был такой обзор т2 про тепловизора теперь это x2 у него более широкий угол обзора он меньше почти в два раза но почти в два раза меньше чем т2 про и у него герцовка 50 герц то есть все что происходит на экране когда мы смотрим на какие-то подвижные вещи то они идут более плавно как в кино то есть даже пролетая какая-нибудь муха она будет завет заметно на тепловизоре в отличие от т2 про потому что там 25 кадров в секунду здесь 50 кадров в секунду это очень здорово значит вот такой тепловизор я сейчас покажу как он работает для него такой замечательный подсумок шнурок для зарядки для соединения с другими приборами сейчас я покажу так скрываем сначала просто скрываем что здесь есть ну это элементы для того чтобы крепить его либо на ружье либо на какой-то либо на какой-то держатель мы сейчас разберемся вот этот предмет точно я вам скажу что это предмет крепления его на ружье вот такой вот идет вот такое соединение так вот болтики были но спасибо почте россии конечно она доставляет коробка была подмята изрядно вот два болтика и вот такая вот металлическая обойма в которую вставляется непосредственно сам тепловизор и все это устанавливается на рейку в ружье охотничье разумеется либо можно воздушку применить чтобы потом через него видеть цель и даже пристреливать это все я вам покажу сейчас как он крепится так чтобы болтики все не потерять я сложу сразу это сюда вот эту упаковку суда тепловизор вы уже посмотрели я покажу вам как там все включается так и теперь вот еще один пакет сейчас мы его вскроем друзьям и это непосредственно как в т2 про была ручка держателя держать тепловизор на ручки да вот такое замечательное устройство она зажимается тут даже зажимчик такой благородный стал замечательный так здесь вот для тепловизора зажим ну то есть проще говоря мы берем тепловизор вот так вот его суда вставляем сейчас отодвинем это дело зажимчики уберем металлические все силумин наверное скорее всего и вот таким вот образом вставляем у него тоже ручная фокусировка я как-то делал обзор от т2 про охотничий да вот это новый x2 и еще был p2 я покажу вам чтобы вспомнили p2 он для домашних условий для больше для ремонта радиотехники а вот это универсальный тепловизор он как бы и для охоты и для обзора дома допустим на теплопотери ну к радиотехники его тоже можно применить потому что они сделали его таким вот как бы усредненным то есть и для охоты и для бытовых нужд поэтому он имеет характеристики скажем так и охотничьего т2 про но увеличение меньше кратностью и в то же время лучше чем и 2 про потому что тот не может видеть хорошо предметы вдаль поэтому сделали его таким универсальным по просьбам как лица трудящийся сюда зажимается телефон мы сейчас все поставим вот и еще чуть-чуть вот samsung с 20 fall так с 20 вошел причем зажимается очень прочно хорошо без дерганий каких-то либо телефончик затем этот у нас подсоединен тепловизор и сейчас мы непосредственно подключим провод вот таким вот образом и в телефон по type-c телефон зажигается и сразу просится программа к нам вот она но надо сказать что у него своя собственная программа в программе которая относится к пидва про он не работает сейчас я включу его собственную программу его собственная программа называется термал или x термальный глаз итак мы подключились так и мы должны видеть изображение мы открываем крышечку так я забыл ее открыть и попробуем настроить фокусное расстояние непосредственно на стол и так приближение такое что даже меньше полуметра это даже радиосхемы можно смотреть видите как хорошо все видно пальцы в данном случае на экране ну естественно что я вам дальнейшем покажу непосредственно съемку на него друзья хочу также вам показать что к нему идет вот такая клемма она очень удобно чтобы тепловизор находился как бы с тыльной стороны телефона друзья обратите внимание на кружку ведь ее видно как в тепловизоре вот я сейчас убираю видите вот она где вот эта кружка она сразу идет с увеличением двукратно и видно сразу что она горячая обратите внимание как просвечивается картинка непосредственно на кружке интересное свечение но разумеется что мы можем поменять палитру сейчас я поменяю палитру пока вот так вот нас стоит смотрите у нас может быть палитра такая может тот непосредственно такая быть вот эта палитра когда я нажимаю на птичку сейчас друзья вот эта палитра как когда я нажимаю на птичку птица очень горячее существо поэтому когда я нажму на птичку я буду на деревьях в ночи видеть непосредственно птиц для этого сделана специально такая палитра значит первая палитра это птичья палитра вот она значит нажата видно только слабое свечение вот непосредственно самых ярких теплых участков это нужно для обнаружения птиц на дереве вот эта палитра такая вот тут двукратное увеличение поэтому эти если убрать то кружка вон она поменьше конечно размерами чем здесь на экране двухкратном лечение затем горячее становится черным все что черное это горячее такое ощущение что там кофе как будто налить на самом деле от горячий чай вот обратите внимание вот эти красные пятна сейчас выключил верхний свет это показывается непосредственно самые горячие точки точки на предмете следующая палитра будет сейчас все светится этот любимая моя палитра когда показывает непосредственно горячий объект ну а желтое это самое горячее так далее мы сейчас выберем палитру где зеленая горячее тоже неплохо но тут все на вкус кто что хочет в себе что кто что хочет себе видеть на экране кто-то зеленая любит горячее кто-то вот такое ведь любит изображение искать поиски горячего кто-то любит непосредственно увидеть красный самые яркие теплые точки кто-то вот черное любит чтобы было горячим я люблю иногда чтобы горячее было белым то что белый для меня как бы горячий вот это палитра наиболее подходящие для меня также есть от прицел но это мы с вами поговорим попозже это когда я буду показывать ролики с какие то с какой живность сюда то есть прицел можно перемещать когда пристреливаете ружье вот прицел и также можно поставить самые горячие точки вот видите сейчас крестик бегает по кружечке здесь вверху это непосредственно значит вот здесь я стал да это самое горячие места в кружке здесь температура превыше всего затвор это мы просто сбрасываем чтобы он снова перенастроился был точнее сейчас друзья попытаюсь еще вот так вот настроить фокус вот так на кружку далее вот эти кнопки у нас это фотографию делаем память вот мы сделали фотографию она сохранена а вот эта кнопка если мы нажмем то мы будем снимать в момент видео и видео сейчас снимается нажали за закончили видео ну эта кнопочка просмотр от снятого материала а здесь у нас настройки здесь мы можем и автоматически сделать чтобы он автоматически калибровался вот это вот калибровка здесь самые горячие точки здесь переворот по горизонтали вот у нас дальше идет 180 градусов мало ли как вам будет удобно иной генеральной настройки там тоже зависимости что ну язык какой но тут английские потому что нету тут русского водяной знак ну то есть если мы так нажмем и уйдем сейчас обратно то на экране будет всегда водяной знак компании infrared но он нам не всегда нужен поэтому мы зайдем генеральные настройки так вот сюда и отключим этот водяной знак так вот так вот и уйдем обратно и теперь уже этого значка здесь не будет но хочу вам сказать сразу что до прибор интересный в том что он меньше размером чем т2 про охотничий и у него угол обзора выше то есть по сути дело такой прибор существует чтобы искать допустим подранка этот будет наиболее удобно потому что у него большой угол обзора то есть можно спокойно наблюдать все поле но об этом поподробнее в следующем видео пока только технические возможности но вы видите да что плавное перемещение вот я не могу дотянуться слишком далеко находится кружка вот мои пальцы да то есть видите когда я вот так вот вожу вот то здесь 50 кадров в секунду нет никакого рывка когда на видео все происходит никакого рывка таких вы знаете как раньше было ты 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 так вот граненый как кадр идет а здесь все плавненько почему потому что здесь 50 кадров в секунду вообще хочу сказать что по законодательству сша запрещены тепловизор и в бытовом бытовой технике где превышает по моему даже 15 кадров в секунду потому что это уже становится как бы оружием это тепловизор вы всегда отследите какую-то мишень поэтому там чисто делать 15 кадров насколько мне известно чтобы просто изучить на теплопотере дом или что-то еще там трубы где-то потекли горячие или холодные а здесь сделано 50 кадров здесь даже пролет мухи но она же другой температуры будет будет заметен друзья вот такой пример ну а по палитре да вот я вот сейчас еще раз переключу палитру здесь по сути дела палитры не богатые но черная горячая вот этот очень интересная палитра самые горячие точки вот но тут еще есть знаете что тут еще есть как допустим мы можем переключить и сделать температуру непосредственно чтоб нам показывала температуру так нет это кадр пип это кадр то есть вот то что мы сейчас снимаем здесь появляется картинка того что сейчас видит телефон это что видит тепловизор понятно так а термальные настройки настройки где температуру да вот сейчас мы температурный дисплей включим и мы увидим здесь сейчас вот обратите внимание как сейчас он показывает на кружку 54 градуса поверхность 53 вот я по центру обращайте внимание до кружка 52 градуса сразу раз на стол 29 градусов нас лето естественно жарко 26 градусов вот стол и вот снова самая горячая температура это вот 53 градусов от воды там наличие с чай в кружке мы выдвигаем нажимаем и настрой на настройки нажимаем и можем вот этот температурный дисплей временно отключить час он перезагрузится и уже включится без температурных показателей тут еще очень много зависит от телефона вашего конечно от его возможности операционной системы быстродействия обратите внимание друзья я вот сейчас положил сейчас куриное яйцо она 30 градусов с половиной 30 на 31 градус яйцо и 40 градусов это тепловой след от кружки которая стояла сейчас с чаем я ее убрал и положил куриное яйцо там показывает градусника стоит столько в сторону убрать видите сразу 28,6 на куриное яйцо 31,5 друзья вот смотрите это тепловизор x2 ну т2 pro у меня сейчас нет тепловизора вот это x2 новый тепловизор а вот здесь кошелечки я специально покупал для пи 2 pro пи 2 pro считается самым маленьким тепловизором он служит исключительно для бытовых целей и для ремонта радиотехники здесь есть такая макро линза и если ее убрать то тогда тепловизор получается совершенно маленький вот x2 тепловизор сейчас я вам увеличу этот кадр вот он x2 а вот это пи 2 pro вот и 2 pro x2 ну естественно что если с магнитным вот этим держателем это для макросъемки то он будет вот таким то есть все таки x2 уже получается такой между профессиональным т2 pro чисто охотничьим и между вот бытовым для ремонта радиотехники x это пи 2 вот вот так что вот такой x2 pro инфра ред следующих роликах я расскажу вам что можно увидеть в этот замечательный тепловизор с ручной фокусировкой x2 инфра ред но разумеется ссылка на этот замечательный девайс будет под описанием этого ролика на магазин где продают такой тепловизор